Создатели симулятора экстренных служб каждый квартал публикуют свои планы на развитие игры. В своем предыдущем видео многое сказанное мной так или иначе воплотилось в жизнь. Игра наполнилась очередной порцией контента, а у нас возникло еще больше вопросов. У микрофона игроматор, на экране очередная порция новостей о Fleshing Lights, а вам, если понравится это видео, обязательно стоит рассказать о нем друзьям. И конечно же не забывайте комментировать и оценивать. Для меня это служит стимулом для создания очередного видео по этой игре для вас. Итак, погнали. В январе-феврале разработчики обновили автопарк всех экстренных служб, добавили разные вариации транспортных средств как для полиции и медиков, так и для пожарных. Новый внедорожник и патрульная машина, новая пожарная и скорая. Для полиции добавили новую машину, предназначение которой я так и не понял. На ней отсутствуют проблесковые маячки на крыше и в целом машина явно не предназначена для патрульной службы. Зачем эта машина вообще в игре, я решил спросить у самого Нильса, разработчика игры. Эта машина была добавлена по просьбе игроков, чтобы сделать патрулирование скрытым. Но пока у нее нет никакого другого отличия, кроме как визуального. В будущем мы могли бы развивать задумку детективов, ответил Нильс. Что ж, детективы? Звучит неплохо, правда? Посмотрим, что будет в итоге. Но самое вкусное, долгожданное, на мой взгляд, обновление появилось в марте. Полиции наконец-то выдали оружие и в игре появились первые перестрелки. Пока это два вида оружия, пистолет и дробовик. Последний можно получить из багажника полицейского автомобиля. Интересная деталь в том, что если в руках у персонажа дробовик, а потом вы переключитесь на табельное оружие, то дробовик будет висеть у вас на плече. Даже в такой малобюджетной игре разработчик старается сделать ее как можно реалистичнее, уделяя внимание мелким деталям. В дальнейшем, со слов разработчика, арсенал оружия будет расширяться. Возможно, тогда и введут механику бронежилетов, которых пока нет. С появлением оружия появились и миссии, где можно его применить. Помните агрессивную красную машину? Теперь бывают случаи, когда после погони водитель выходит из машины и внезапно начинает стрелять. Вообще, все старые миссии теперь могут рандомно генерировать случайные события с применением оружия или без. Это разнообразит геймплей и придает миссиям реиграбельность. Появились миссии с вооруженным ограблением и вооруженным человеком. Это миссии, где со стопроцентной вероятностью у вас будут стрелять. Для таких миссиях на карте обновили здания заправок и закусочник. Теперь в них можно зайти. Со слов Нильса, в будущем в таких зданиях будут добавлены пожарные миссии с новыми механиками, где нужно будет с кислородным баллоном тушить пожары внутри помещений и спасать людей. У персонажей и NPC теперь есть здоровье, а раненый игрок может лечиться аптечками, установленными в разных местах. В будущем игроков полицейских могут подлечить игроки-врачи. Для убитых преступников предусмотрен вызов скорой помощи. Так как система вооружения только-только появилась в игре, в будущем ее будут со временем дорабатывать и улучшать. Что касается планов на будущее. Ожидается обновление, связанное с повреждением транспортного средства. С этим обновлением, вероятно, появится возможность прострелить колесо в машинах. Это бы очень помогло при задержании агрессивных водителей. Синхронизация звуков моторов в сетевой игре планируется, но позже. Система рейтинга будет введена тогда, когда в игре появится больше контента. По моему скромному мнению, рейтинг позволит игрокам открывать транспортные средства, униформу, кастомизацию и другие вещи. Как только система диспетчеризации будет обновлена и устранены все основные проблемы с миссиями в мультиплеере, появятся совместные миссии для нескольких служб. Появится больше видов преступников, прохожих, оружия. Новые механики для пожарных и медиков. Больше миссий и вызовов. Все это будет со временем добавляться. Игра с каждым обновлением становится все лучше и лучше. А нам стоит только терпеливо ждать, пока разработчики воплотят в жизнь задуманные планы. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете по этой игре. Не играйте со спичками. Это был Игроматор. Всем пока. Пока.